Всем привет! Наконец-то мы снимаем новый выпуск! Все вы знаете, что мы объездили все города нашей области, уже думали, что же делать-то дальше. Но здесь Янтарный такой вспомнил, говорит, я же еще поселок. И реально, буквально неделю назад Янтарный, после указа правительства Российской Федерации, официально стал городом. Поэтому прямо сейчас мы продолжаем снимать первый сезон «Путь водителя по городам». Это ОК, Гуревск, Янтарный. Погнали! Янтарные снятся сны, Янтарные ветры, Янтарный цветок, Янтарные я и ты. Мы снимаем про поселок, кстати, уже город Янтарный. В курсе, да, что сейчас городом стал Янтарный? Как город? Хуже, чем деревня. Ничего не поменялось? Нет, очень поменялось. Чувствуется ирония в ваших словах? Сейчас поселок расширяется, в город превращается и все ликвидируется. Цеха стали по отдельным каким-то ООАА. Чем вы занимаетесь все равно? Вот вы уходите? Чем вот сидим на скопе. Весь день сидите? Весь день. Понедельник от пятницы чем-то отличается? Ну и так и ждем. Ой, понедельник, слава богу, проснулись. Ой, вторник, слава богу, проснулись. Вторник сидим, среда сидим, пятница сидим. Давайте пофантазируем. Давайте. Вы становите главой этого города. Первое, что поменяете? Чистота была это раз. Во-вторых, чтобы больница была. Чтобы все жители ходили в ярких фартуках. Классно же будет? Вот, вот как я. Сразу ярко же будет, да? Конечно, и все видно, да еще и в шляпе, в панаме. Все, куда посоветуете сходить? Вот в Янтарный приезжать первый раз человек? На ту сторону, и наш дом трещин пополам. Прям сверху до него. Всех приглашаем, приезжаете в Янтарный, сразу смотрите на трещину на доме, да? А так и делается, так и делается. Все с автобуса, все фотографируют наш дом. Садики были, закрыли, мэрия открыли. Мэрия вряд ли треснет когда-нибудь. Нет, там тыры-тыры есть. А у нас тыры-тыры нету. Клуб хоть бы сделали. Ты на ночной где танцуют люди? Нет, уже в кафешках танцуют люди. Мне кажется, вы зажигали танцпол вообще конкретно, да? Ой, кавалеры были. Все мальчики за вами бегали. Все, все. Вот не разговаривайте. С ребятами. А ребят-то они кто? Вот хоть бы представились. А что представляете? Руслан, меня Руслан зовут. Из телевидения. Откуда с телевидения? Сам откуда с телевидения? Вы не с телевидения? Конечно. Нет, сейчас интернет все смотрят. Мы из интернета. А что они вам сделают? Ничего. А вот возьмем что-нибудь и сделаем. Вот когда сделают, тогда и разговариваем. Сейчас пойдем, купим клей и заклеим ваш дом, чтобы он не трескался. Ты из янтарного жил? Да. Клево. Как сразу определить, местный житель или нет? Ну, местный он так красиво ходит у нас здесь. Покажи, как ходит местный житель. Красиво будет. Он с расплав... Плечи расправлены, да? Он находит. Да, и грудь вперед. В грудь вперед. И все, и вот так ходит. Красиво. А как приезжие ходят? Ну, приезжие они такие какие-то скованные и все там, да-да-да. Есть хоть что-то в янтарном, что не называется янтарный? Вот чтобы там не было слова янтарный. Ты в курсе, что поселок стал городом? Ну, сейчас же вроде моногород собираются делать. Че, только чем отличается моногород от города? Я так и не понял до сих пор. Да, ну, че-то вообще какое-то изменение есть? Как-то чувствуется, почему вот город? Город и город. Да, никаких. Нет, не казовите теперь, там, приезжаешь в Кёнинг, говоришь, я из города, я городской, если че. Да, приезжаешь просто в другое место и говоришь, я с янтарного, и все. А, реально, прям в канаве? Никто не знает, никто не знает, что это. Вы че-то ищите здесь, да? Че-то здесь ищите? Янтарную комнату. На какой стадии сейчас у нас? Вот это первая. Вот первая? Это вход, так. А, это выход? Это выход. Да. Такая маленькая комната получается пока что. Янтарная коммуналка, вот. Вы в курсе сейчас, что янтарный, это город стал? Реальной информацией. Я не был город. Нет, он был поселок городского типа сейчас. Он до сих пор на навигаторе. Да, сейчас он стал городом, поэтому у вас сейчас хата сразу подорожала, быстро вот это вот. Кстати, да. Все, теперь она реально стоит, как янтарная комната. Отлично. Всю жизнь вообще мечтали этим заниматься? Я мечтаю быть президентом янтарного. То есть сейчас, смотри, он стал городом, надо подождать, пока он станет страной? Да, он станет республикой. Если ты станешь президентом янтарной республики, ведешь какой закон? Что обязательно каждый житель должен выбрить вот здесь волосы и оставить только вот здесь себе? Обязательно улыбаться. Будут штрафы за... Угрюм. Да, за такое лицо будут штрафы. Ну тогда с вас уже тысяч десять, наверное, надо взять. Пока вы стояли, общались, вы ни разу не улыбались. Про прическу можно спросить? Да. А как она называется она? Как она называется? Сзади хвост. Сзади хвост? Да. Как рыбка, знаешь, такой хвостик сзади болтается. Красиво. То есть если вы снимались бы в рекламе шампуня, то вам пришлось бы спиной становиться все время. Потому что не было бы видно было. А про людей, что здесь можно рассказать про людей? Вы вот работаете, все равно люди мимо проходят. Я не люблю людей вообще. Не любите людей? Наркотиков больше люблю. Наркотики любят? Котики, котики. Ну котики как наркотики. Такие, вот гладишь, гладишь и уже не можешь оторваться. Как вы думаете, в Янтарной много дырок? Да. Да, дырок? Угу. Насчет этого не знаю. Посещая третий раз Янтарной, нравится, комфортно, удобно. Синявинский карьер тоже прекрасно. Не хватает немножко биотуалетов, естественно. Приходится терпеть, да? Да. Вот это место, я так понимаю, не все про него вообще знают, да? Если где-то в соцсетях это было выложено, то по всей видимости здесь было больше людей, чем на море. Почему? Потому что здесь вот для детей комфортнее. Здесь вот эта вот котловинка, которая защищена от ветров. Там вечно волны, там вечно течение, поэтому не для всех это дано. Это самое комфортное место в такой тишине, в такой природе, когда вот слышны голоса детей, читать книжку про Третий Рейх. Как читаете? Книжка про Третий Рейх. Тогда в моем детстве не было такой доступной литературы. Кем ты работаешь? Я раздаю на прокат доски, сапы. Чем больше ты досок отдашь, тем больше ты денег заработаешь? Правильно. Сколько ты сегодня досок уже отдала? Не считать, я не считаю. То есть ты уже богатая? Твоя мечта, кем ты хочешь стать? Я хочу на какую-нибудь высокоплачиваемую работу. Так ты столько сегодня уже досок сдала, не счесть, ты сама говоришь. Не счесть, но... Или типа ты один процент с этого всего получаешь. Не было никаких историй здесь? Нет. Какой-нибудь случай, интересно, взяли доску и не вернули. Нет, такого не было. Или не брали доску, но вернули? Нет. Подходит тебе девушка какая-нибудь там худенькая, говорит, можно мне доску? Ты говоришь, типа, это ты и так сама доска, типа, и смиришься. Ты смотришь проекты наши, да, Кигурим? Да, конечно, смотрю. Я вообще экскурсовод. Да. Экскурсовод? Да, да. Сразу, знаешь, повысить интеллектуальную значимость. Давай, что интересно? Что здесь интересно, здесь это Старый Пальникин, здесь был марш Холокост, здесь закончился вообще-то изначально, как бы, ну, это печальная история, которая. Вот. Но здесь много, здесь раньше было производство, хозяйственное производство, молока и лжедей, вот где самое большое, которое соображало полностью всю Восточную Пруссию, вот. Ну, а так там еще целую кучу всего интересного, это вот надолго. Теперь давай просто про людей, может, что тебе нравится здесь? Что мне здесь нравится, меня сегодня оштрафовали. За что? За то, что я приехала к своему дому через кирпич. А как тебе-то так к дому-то подъехать, чтобы не было кирпич? А никак. Вот так вот, они сняли табличку о том, что там, ну, это так. Как это развод, какой-то пранк, что ли, какой-то они снимают? Я надеюсь, что это был пранк. Ага, все-таки вернут деньги? Да. Какой-то случай, самый необычный, который произошел в янтарной на твоей память? Деда сбила на велосипеде, он меня чуть не прибил. Ты деда сбила на велосипеде? Да, да. Он шел, мне пересек дорогу, и тут я такая еда на велосипеде, и он меня снес. И, точнее, я его снесла, и я думала, он меня сейчас прибьет. А что, а он не поднялся, да, просто? Нет, он поднялся, я его спасла, типа. Я думала, он меня прибьет, а он не лежит, слава богу, не двигается, и все, я уехала. Да, нет, 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 но он был живой, здоровый, и я просто свалила по-быстрому, да. Так, а ты, получается, для иностранцев ведешь экскурсию? Ну да. Ты знаешь иностранные языки? Да, я знаю английский, немецкий, но в основном немецкий, потому что сюда приезжают часто немцы. Я буду говорить по-русски, ты будешь говорить по-немецки. Ну давай. Три плюса города Янтарна. Черт, три плюса. Дорфтрант, Дорфтпарк, и unser штантинский замк. А теперь три минуса города Янтарна на английском. Люди очень плохие, да, ты сказала? Да, люди тоже плохие у нас. Сбивают дедушек на велосипедах? Нет, я не скажу. Пригласим, наверное, всех людей в Янтарны. Вы знаете, здесь достаточно народу, поэтому я их не буду приглашать сюда. Все, валите нахрен отсюда, не вздумайте даже приезжать. Давай на въезде кирпич поставим на въезде в город. Вот это вот было бы отлично. И платно-платно въезд. Все, самые добрые экскурсоводы только в янтарном. Заметили, вы первоклассно фотографируетесь? Научите, небольшой мастер-класс. Главное, оскрепощенность, наверное. Не волноваться. Давайте прямо сейчас, покажите мне, как нужно фотографироваться. Это фирменная поза, вот так. Давайте покажем, можно показать? Я буду прямо за вами повторять. Я тоже хочу, чтобы у меня были классные фотки. Я думаю, что... На носочки становимся. Так, мы втягиваем живот. Это будет очень сложно. Это очень важно. Зад побольше сделать? Зад побольше сделать? Это надо время, чтобы поесть тогда чуть-чуть. Необязательно, главное позу правильно понять. Втягиваем пивной живот, у кого он есть. У кого нет, просто втягиваем обычный живот. Руки, правильно? Руки как? Давайте руки как? Ну, как вы хотите. Вот так вот. Хочу, чтобы было максимально много лайков. Можете вот так вот. Так, все, хоп, типа первая поза. Нормально получилось? Так, давайте вторую позу какую-нибудь. Какую-нибудь вторую. Какая еще есть? Такая топовая? Я думаю, топовая это вот так вот. Потому что это показывает, ну, очертания вашей фигуры. То же самое на носочках, вот так вот. Живот, естественно, тоже втянуть. А в чем прикол носочков? Объясните, пожалуйста. Ну, это делает ноги стройнее. И кажется, что ты выше. Мне кажется, это не очень помогает сильно. Как называется эта поза? Поза длинных ног. Так, подписала бы в Инстаграме описание фотку эту? Да, конечно. Давай, третье. Что-то самое мощное должно быть. Ну, третье. Самое мощное – это зад. Вот, наверное, вот этот. Обязательно на носочках. Обязательно на носочках. И вот так, ну, как бы, обернуться, чтобы было видно лицо. Видно лицо, нет лицо. А, сексуально же лицо должно быть? Как-то еще надо попытаться, да, это сделать? Ну, можно волосы. Ну, так как у вас нет волос. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Не знаю, подписчиков. Ну, 500, наверное. А почему? У тебя ты эти фотки выкладываешь или ты просто так их делаешь? Ну, я просто… Не работает? Ну, как-то не работает, наверное. Блин, надо что-то, значит, поменять. Не знаю, может быть, вырез побольше. Можем отметить твою институцию, если хочешь. Голубая лагуна. Суть в том, что мы именно не подписываем, именно на слух надо воспринимать. Блу-е лагуна 83. Бесточек, бесточек. Бесточек. Блу-е лагуна. Голубая лагуна 83. Все, ищем фотки на носочках и пишем в комментариях. Поза длинных ног. Поза длинных ног. Чтобы как-то стимулировать, я, короче, зайду потом сам на страницу и выберу какого-нибудь подписчика и тысячи рублей закинуть на карту. Надеюсь, никто не сделает это и не перейдет. У меня нет косаря просто. Снимаем про Янтарный, про это замечательное место. Вы не из Янтарного. Я из Москвы. Какой повод собрал вас здесь в Янтарном? Конец лета, замечательный вот этот сезон. Эти места чудесные, прибалтийские. А люди как здесь? Люди? Очень доброжелательные, приветливые, культурные. Когда последний раз они помогли вам? Я спросила, как вот, короче, пройти. Она меня почти довела до того места, куда надо свернуть. А потом проверили, кошелек на месте был? Мы забыли в прошлом году на остановке рюкзак с документами, с деньгами, с паскортрами. И мы спевно вернулись на такси, рюкзак, на наше удивление, стоял на месте. И женщина местная еще его караулила. Я думал, вы год назад оставили, только сегодня забрали на месте. Там женщина-то сидела целый день. Может быть, переедете в Янтарный? Сюда прям. Надо дописать книги. Вы пишете книги? Да. Когда-нибудь про Янтарный напишите какую-нибудь книгу? Возможно, если будет сюжет интересный. Я могу, да, накинуть. Смотрите, три дамы приезжают в Янтарный, забывают кошелек с документами. Только в аэропорту вспоминают, приезжают, а там женщина ждет, да, и... Как вам сюжет? Нет, банальный. Банальный сюжет. Мне кажется, было уже где-то, да? Надо что-то поинтеллектуальное, посерьезнее было и более, чем было. Что за книги пишете? Расскажите. Это все равно очень интересно. Сейчас очень мало... Если немножко отвлечься, вообще, есть теория, что существует четыре архетипа сюжетов. Детектив, любовь, допустим, бытописание, история. Если про Янтарный когда-нибудь вы написали бы книгу, какой это все-таки был бы архетип? Возможно, что-то совмещенное. Может быть, здесь еще мистику надо добавить какую-то. Вам кто-то звонит сейчас, вы сейчас берете трубку, а там говорят, осталось семь дней. Начинается мистика. Как вам? Отрадная, в отрадная надо. Вот эта дорога или вот здесь эта породка, вот эта? Не подскажете? Как отрицательный персонаж, скажем, вам надо направо пойти, направо. А где мы можем увидеть ваш репортаж? Ютуб. Канал называется «Окей Гуревск». Очень приятная, если в то, Анастасия Полягная. Пообещайте, что в ближайшее время появится книга про Янтарный, где в главных ролях будет человек, который ходит с микрофоном, видеооператор и дама, которая пишет книги. Постараюсь. Мне всегда нужен сюжет, потому что я всегда свои обещания сдерживаю. Ну, постараюсь. Надеюсь, что мы еще встретимся. Ну вот, теперь уж точно подошел к концу первый сезон проекта «Путеводитель по городам». Что будем делать дальше? Поедем по тому же маршруту. Начнем с Советска, дальше Черняховск и так далее. Подписывайтесь на наш канал. Пора бы уже это сделать, если вы этого еще не сделали. Это был проект «Окей Гуревск». Поза длинных ног. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok